Главные вести Карачаева Черкесии на телеканале Россия 1. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куртмазов. Здравствуйте. По всем вопросам положительные решения. Сегодня глава Карачаева Черкесии решал личные вопросы граждан. Даже лифт заменят после этой встречи. Ниль Бруса, пик Адольфа Гитлера. 78 лет назад Красная Армия снесла с вершины Европы фашистский флаг и водрузила Красное Знамя. Задержаны 19 экстремистов. Спецоперация ФСБ на Северном Кавказе пресекла деятельность. Террористическая организация «Три килограмма тротила» и «Пояс смертника» теперь не опасны. Черкесский школьникам выдают билеты в будущее. Федеральный проект выявляет успех каждого ребенка и определяет выбор в профессии. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел прием граждан. По всем вопросам были приняты положительные решения. В частности, жительница Черкеска подняла вопрос о проведении ремонта дороги по улице Светла. Рашид Тимрезов сообщил, что работы будут произведены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Положительно решился и вопрос жительницы Черкеска, которая обратилась с просьбой заменить лифты в многоквартирном доме по улице Гутикулова. В 2021 году фондом капитального ремонта предусмотрена замена четырех лифтов по данному адресу. Кроме того, по просьбе одного из обратившихся в парке культуры отдыха «Зеленый остров» будет установлена новая контейнерная крытая и огороженная с трех сторон площадка, оснащенная пятью современными евроконтейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. А еще жительница Черкеска попросила устроить ребенка в ясли в связи с досрочным выходом из декретного отпуска на работу в коррекционную школу. Глава республики подчеркнул, что качество исполнения поручения будет держать на личном контроле. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза в ходе рабочей поездки в Карачаев встретился с мэром города Альбертом Доттаевым, который рассказал о первых итогах своей работы в качестве мэра и в целом о том, каким был ушедший год. Он отметил работу по формированию бюджета округа, его доходной и расходной частей, стимулирование деловой активности. Далее обсудили работу по выполнению муниципальных и социальных обязательств перед гражданами, вопросы комфортного проживания людей и дальнейшее благоустройство города. Глава республики отметил, что на текущий год определен ряд приоритетных задач, это пополнение доходной части бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, активация производства. До конца этого года завершится ремонт стадиона Саулук. А также Рашид Темрезов принял решение увеличить с 8 до 43 миллионов сумму дорожного фонда из республики на ремонт пяти улиц Карачаевска по одной в Тиберде и Мараяго. Далее деньги выделены на семь дворовых территорий в округе. Кроме того, откроются сразу два новых детских садика. Начнется строительство первого республики, ледового дворца и благоустройство парка «Зеленый остров» вдоль реки Кубань. Эльбрус предполагалось приименовать в пик Адольфа Гитлера. Такой подарок фюреру готовились преподнести офицеры немецкой армии, у которых и возникла идея водрузить на вершину флаги в знак захвата. Стяги со свастикой развивались на Эльбрусе до тех пор, пока 78 лет назад, 17 февраля, их не заменили на Красное Знамя Союза. Фатима Даурова об отваге и борьбе советских солдат-альпинистов. С 13 по 17 февраля 43-го года советские альпинисты совершили тяжелейшее восхождение на Эльбрус. У них была только одна цель – сбросить с вершин пятитысячника немецкие штандарты и водрузить знамя Советского Союза. Им это удалось. Так закончился самый тяжелый оборонительный этап битвы за Кавказ. Только кадры военной кинохроники могут передать атмосферу происходящего. Фашистские стяги на Эльбрусе, самой высокой горе Европы, появились спустя всего месяц после начала немецкого наступления на Кавказ. В первых числах января 43-го года, когда стало ясно, что Германия терпит поражение в районе Сталинграда, горные части немецких войск стали покидать перевалы главного Кавказского хребта. Кавказ стал уже ловушкой для вермахта. Спешно отступил и отряд егерей, ранее хваставшийся захватом Эльбруса. Однако снять гитлеровские флаги оттуда оказалось трудной задачей. День сегодня выдался примерно таким же, как, наверное, и тогда. За окном погода минус 9. Я стою и держу микрофон, мне холодно, в полном обмундировании и то чувствую холод. На секунду задумайтесь, какой подвиг совершили советские солдаты, взбираясь при таких нечеловеческих условиях на вершину. Операция была поручена специальной группе из 20 военных альпинистов под руководством опытного спортсмена, полярника и ученого-метеоролога, военного инженера 3-го ранга Александра Гусева, за плечами у которого было зимнее восхождение на высочайшую гору Кавказа. Подъем затруднялся заминированными отступившими немцами тропами и ураганным ветром. Видимость не превышала 10 метров, а свирепый ветер валил с ног. Но 13 февраля 43-го года фашистский флаг с западной вершины Эльбруса был снят и вместо него установлен советский стяг. Несколькими днями позже при усилившейся морозе в минус 40 на восточной вершине был выдернут обломок древка с обрывками нацистского флага и установлен алый стяг СССР. Вы все знаете, что вообще экспедиции на Эльбрус, они осуществляются именно в августе месяце. Представьте, в феврале месяце, не имея тех обмундирований, которые на сегодняшний день мы имеем современные, ну и с ними вряд ли кто-то решится подняться по такой погоде. А в то время поднялись наши ребята, вместе с ними поднималась и съемочная группа. Даже тяжело представить, что им пришлось преодолеть. Но враг просчитался в одном, что это была наша земля, наша родина, и победа могла быть только нашей. Склонив голову, мэр города Карачаевска Альберт Датаев ушел мыслями в события давних военных лет. Я думаю, сколько эта война унесла таких жизней, героев. То, что героев мы знаем, это же только мелочь из числа, кто реально совершил подвиг. Поэтому я думал о судьбе, об этом неизвестном солдате, потому что и мой дедушка тоже пропал без вести на войне. Ну, такие мысли были. Стало традицией каждый год 17 февраля при любых погодных условиях почитать память советских солдат здесь, в поселке Орджоникидзовский, у мемориала с защитником перевалов Северного Кавказа. Стоя у вечного огня на могиле неизвестного солдата мысли становятся кристально чистыми. Чувства обостряются. А стук сердца в унисон отбивает ритм фразы. Никто не забыт, ничто не забыто. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. И сегодня же в Никольском соборе в Черкесске почтили память солдат, погибших в битве за Кавказ. Школьникам рассказали о военных действиях тех лет. Аслан Гирюгов продолжит. В самом начале памятного мероприятия прошла служба в главном зале Никольского собора, во время которой молились за погибших на перевалах Кавказа. В годы войны советским солдатам, не имевшим опыта в сражениях в горах, противостояла профессиональная группа альпинистов Эдельвейс. Но это не сломило их дух, и в 1943 году перевалы были отбиты у захватчиков. После службы началась конференция, на которой присутствовали школьники Черкеска, историки и представители общественных организаций. Среди многих мероприятий, которые проводятся в нашей республике, в нашем городе, и Никольский собор, и наша гимназия Свято-Сербийская, мы считаем нужным, не только совершать молитву, что в первую очередь для храма важно, но и тоже участвовать в просветительских, воспитательных мероприятиях, посвященных памяти Великой Отечественной войны. Память предков чтить – это надежда на наше доброе будущее, почитание старших, знание каким трудом, каким подвигом была дарована нам победа. Ребятам рассказали о том, насколько важно чтить память о тех, кто проливал кровь ради благополучия будущего поколения. Ведь нет такой семьи, которая не коснулась бы Великой Отечественной войны. Я хочу сказать, что любое патриотическое мероприятие, направленное на военно-патриотическое воспитание нашей молодежи, школьников, студентов, это важнейшее мероприятие, пожалуй, которое проводится, которое нужно проводить. Сегодняшнее мероприятие как раз таки одно из таких. Сегодняшняя дата является одной из самых ярких страниц героической летописи нашей страны. Прошло уже 78 лет с того дня, как Кавказ был освобожден, и такие мероприятия помогут воспитать у подрастающего поколения патриотизм. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Федеральной службой безопасности России пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества, запрещенная в России международной исламистской организацией Атакфир Вальхиджра. В Карачаево-Черкесии в республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской области задержано 19 радикалов, которые помимо пропаганды, диалоги, вербовки новых сторонников планировали совершение диверсионно-террористических актов на Северном Кавказе. В ходе обыска по местам их проживания и конспиративных сборов изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а также в лесном массиве в нашей республике обнаружен тайник с пулеметом, автоматом, АКМ, патронами, самодельным взрывным устройством, общей массой более 3 килограммов, тротиловым эквиваленте, в том числе пояс смертника с поражающими элементами. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в отношении 10 организаторов, активных участников экстремистской организации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам проведенных экспертиз, изъяты средства поражения, планируются дополнительно квалифицированные действия радикалов. Мероприятия по выявлению пресечения деятельности экстремистских организаций продолжаются. Сейчас настало время прогноза погоды. Просили мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в отдельных районах сильный, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 18 градусов мороза, днём минус 5-10, и на дорогах гололедица. В Черкесске ночью утром снег, днём бессущественных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 14-16, днём 5-7 градусов мороза и на дорогах гололедица. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на всё. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 568 человек. Из них 16 876 выздоровели, 393 госпитализированы. Борьба за здоровье человека. Этой целью задались юные медики Центра образования номер 11 города Черкеска. Накануне состоялось их торжественное посвящение. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка. Билет в будущее» нацпроект образования. Альбина Ламкова узнала о том, как в юном возрасте воспринимают профессию врача. Витя, другим сгорают! В этих словах заложен основной принцип работы врача. А чтобы их смысл был прочувствован и понят, детям уже с начальной школы прививают основные навыки к профессии медика. Я живу с бабушкой, я хочу ее лечить. И мне с ней нравится играть в доктора. У всех разные причины для зачисления в класс юных медиков. Самое главное, чтобы каждый из них умел сострадать и любил людей. Профессия медика – это очень нужная профессия, очень важная. И очень хочется стать врачом, помогать людям. Это несложно. Главное, чтобы было желание и чтобы родители помогали в этом. Сын Эльмиры Качиевой Тимур в класс к юным медикам попал по настоянию родителей. Не жалеет об этом. Ему интересно учиться. Он твердо знает. Доктор – это его будущая профессия. В первом классе детей обучают начальным этапом гигиены. Дают общую информацию о строении человека. А уже в третьих-четвертых классах ребята получают более глубокие знания в медицине. Ровно пять лет назад у нас был открыт первый медицинский класс совместный. И как бы на сегодня ранняя профориентация, она приветствуется. И активно ведутся национальные проекты образования, чтобы в раннем возрасте ребенок мог определиться со своей профессией. Дети к одному из важных событий в их жизни отнеслись с особым трепетом. День получился воистину праздничным. Виновники торжества рассказали о значимости профессии врача и какими качествами он должен обладать. Сейчас любой и дня и ночь. Он поможет нам, друзья. И из всех профессий прочих выбираю эту я. Церемонию посвящения в медике провел директор Корчаева-Черкесского медицинского колледжа Рашид Эртуев. Помогали ему в этом дети постарше, которые не первый год обучаются в медицинском классе. Директор Центра образования номер 11 Елена Ляшова пожелала, чтобы дети учились хорошо. Профильные классы – это особое направление деятельности Центра образования. У нас ранняя профориентация. Мы, конечно, реализуем национальный проект образования и активно принимаем участие в реализации национального проекта в его направлении «Билет в будущее». Елена Ляшова адресовала слова благодарности кураторам школы. Это педагоги из медкольджа, Черкеска. Для девчонок и мальчишек учеба в классе юных медиков станет возможностью сделать первый шаг в выборе будущей в профессии. И если даже их решение изменится в будущем и выберут другой жизненный путь, то знания, полученные в Центре образования, не будут лишними. Они всегда смогут оказать первую медицинскую помощь. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Веси, Корчаево, Черкесия. Далее на телеканале «Россия-1» продолжение сериала «Оптимиста». До встречи.